У нас сегодня особый гость. Это Скотт Риттер, бывший инспектор ООН по вооружениям, бывший сотрудник военной разведки, автор книг и статей, аналитик, и, как мне кажется, именно тот человек, с которым следует поговорить. Хотелось бы узнать о вашей первой реакции. Является ли это ограниченной спецоперацией, как ее называет Путин? Во-первых, она ничем не ограничена. Это полномасштабные действия по всей Украине. Мы уже получали отчеты о том, что русские взяли Мариуполь. Это должна была быть самой горячей точкой. Там должен был находиться батальон Азов. Меньше чем за час город был взят, русские высадились под Одессой, российские танки выезжают из Крымского полуострова и направляются к Харькову, и все кончено. Это массированная операция в полную силу, и украинские военные, им здесь делать нечего. И я им сочувствую, потому что их подводили к мысли, что они смогут сражаться с русскими. У них были инструкторы НАТО, они получали так называемое летальное оружие. Оно было на складах, эти склады уже уничтожены. Те взрывы, то, что мы видели, эти склады взрывались. Любой украинец, который попытается выстрелить из джавелина, погибнет в ту же секунду, как нажмет на спуск. И они не могут ни поддерживать связь, ни передвигаться, ни могут ничего сделать. Все, что они могут, погибнуть или сдаться. Такова действительность. Это операция, которая разоружит Украину. Путин, в своем послании, он говорил, что это ограниченная операция. Вы говорите, что она ничем не ограничена. Я предпочитаю фактом говорить за себя. Мы видели десантников в районе Киева, мы видели десантников в Одессе, морская пехота взяла Мариуполь, и всюду подъезжают танки. Это, называйте, как хотите. Это то, что происходит. Это реальность. Путин говорил, что операция будет ограничена Донбассом, но он также говорил, что они демилитаризуют Украину и освободят от нацистов. Это означает две вещи. Во-первых, армия Украины перестанет существовать. Когда все кончится, армии Украины не станет. И во-вторых, украинское правительство падет. Потому что это нацистский режим. Не потому что я так сказал, а потому что президент Путин так обозначил свои цели. Это операция России. Мы здесь на Западе можем откинуться в креслах, знаете, качать головами, грозить пальчиками. Это не важно. Реальность в руках России. Реальность создается в местах событий. Впоследствии мы можем препарировать операцию, подвергнуть критике и так далее. Но пока пусть факты говорят сами за себя. А факты таковы, что Россия действует по всей территории Украины. Я не хочу оскорблять украинских военных. Я уверен, она состоит из профессиональных офицеров и солдат, кто верит в свой долг защищать Украину. Но они позволили ультраправому элементу нацизма пропитать армию насквозь. И их преданность принадлежит украинскому нацисту по имени Бандера, который был на стороне нацистов во времена Второй мировой. Они снесли мемориалы советским освободителям времен войны. И вместо них возвели монументы украинцам, воевавшим в рядах 12-й бронетанковой дивизии СС. Это такой нацизм, что дальше уже просто некуда. Поэтому, знаете, можно назвать две категории нацистов на Украине. Те, кто на самом деле нацисты, и таких тысячи. И те, кто не имеет ничего против, кто соглашается с этой радикальной идеологией ненависти. И знаете, мы с вами на Западе можем сидеть и говорить, «Ну знаете, зачем преувеличивать? Это все не так уж важно». Для русских это чудовищно важно. 40 миллионов погибших — вот что действительно важно. Для русских это работает на психологическом уровне, и никто на Западе такого не сможет понять или с чем-то сравнить. Поэтому пока на Западе есть искушение сказать, «Путин просто преувеличивает, делает из мухи слона». Нет, не делает. Мы должны серьезно к этому отнестись. Мы обязаны серьезно отнестись. Я думаю, люди наконец просыпаются и начинают понимать, может быть, нам стоило внимательнее слушать, что говорит президент России. Если бы мы слушали и принимали меры, ничего бы этого не произошло бы. Но теперь слишком поздно. Россия приступила к действиям, и Украина, о которой мы ее знали, перестала существовать. На ваш взгляд, всего этого можно было бы избежать? Если бы Украина пообещала, или Запад пообещал, что Украина никогда не станет членом НАТО. Да, этого конфликта бы не было. Таким образом появилось бы пространство для дипломатических решений. У нас и так много проблем между Западом и Россией. Но главное, которое напрямую угрожает существованию России, это вхождение Украины в НАТО. И люди начинают, погодите, у нас политика открытых дверей. Украина не смогла бы стать членом НАТО в ближайшие 10 лет. Таковы были условия Германии. И к чему такая спешка? А потом, есть членство, и де-факто членство в Альянсе. Все, что на сегодня происходило на Украине. НАТО вливало оружие на миллиарды долларов. Отправляло сотни и тысячи инструкторов, которые готовили украинских военных быть прокси, полномочными и подчиненными Альянсу. Украина уже была в подчинении Альянса. Они отправляли свои войска в Ирак, отправляли в Афганистан. Они тренировались по стандартам НАТО. С точки зрения России, уже не важно, являешься ли ты членом НАТО. Ты уже действуешь как де-факто член НАТО, поэтому Россия сказала, хватит, довольно, мы этого не потерпим. И они провели черту. Здесь, в США, мы так привыкли, наши президенты проводят красные линии, когда за них заступают, мы ничего не делаем. Путин провел красную линию, и он выполнил свою угрозу, он действует соответствующе. Я еще раз скажу, настало время для Запада очнуться. Это не означает, что мы сдаемся. Это не означает, что мы должны сказать, мы дадим России все, что она потребует. Это не то, как реагирует на происходящее. Нельзя позволять тигру думать, что он может всех поубивать. Но и воевать с ними тоже нельзя. Запад должен выработать свои красные линии, например, польская граница, румынская граница, прибалтийские страны, и готовиться к их защите в случае чего. Со времен СССР это первый звонок будильника, потому что НАТО перебросил свои войска в Ирак на 20 лет. США занимались тем, что убивали пастухов и ломали двери в Ираке. Мы не можем воевать с тем, что происходит прямо сейчас. То, как русские работают, просто поразительно. Они будто спустили с цепи преисподнюю. Современное комбинированное использование разных родов войск, на которые они способны, НАТО не имеет ничего, что можно было бы им противопоставить. И это сигнал для НАТО, что пора просыпаться. Хотите противостоять России? Хорошо, тогда надевайте штаны для взрослых дяденек, положите свои доллары и начинайте создавать армию. А если не можете, тогда, может быть, вам стоит послушать то, что говорит Россия. В конце концов, России не нужна Европа. Это не Советский Союз. Они не пойдут до самого Рейна. Чего они хотят, это чтобы НАТО откатилось до своих рубежей на момент до 97-го года. Во всяком случае, войска как таковые, они не требуют, чтобы Польша или Прибалтика вышли из членства. Все, что они требуют, чтобы ни немецкие, ни американские, ни британские войска не присутствовали в Польше или Прибалтике. Чтобы мы вывели противоракетные или так называемые противоракетные части из Польши и Румынии. До этого, знаете, мы просто зевали. Ох уж эти русские перегибают палку. Мне кажется, сейчас никто из нас не хочет зевать. Путин всегда говорил, «Вы никогда меня не слушаете». Его знаменитая речь, когда он показал новейшие средства донесения ядерных вооружений. Он спросил, «Теперь вы будете меня слушать?» «Теперь...» «Что бы вы думали?» Путин отправил сигнал просыпаться и говорит, «Теперь вы начали слушать?» «Надеюсь, Запад начал». Он против того, чтобы Запад определял границы славянских народов. Он отверг попытки Евросоюза навязать итоги выборов в Белоруссии в 2020 году. Он противодействовал попыткам НАТО и Евросоюза в поддержке белорусской оппозиции. И сейчас мы видим, что он передислоцировал 1-ю гвардейскую танковую армию на постоянной основе в Беларусь. Таким образом, это гарантия того, что Беларусь останется славянским государством в альянсе с Москвой. И сейчас он делает то же самое с Украиной. Он уничтожает, истребляет все прозападные структуры. И НАТО, и все с этим связанное. Нацисты. Все убежденные нацистские элементы, которые квартировались во Львове, о них можно забыть. Они погибнут, будут арестованы или сбегут в Польшу. Думаю, мы увидим значительную массу экспатриантов в Польше на ближайшую сотню лет. Потому что они не смогут вернуться на Украину. Для них все кончено. Я не знаю, могу ли я выражаться еще яснее. Реальность для той Украины... И я много раз предупреждал, если Украина не поймет, что надвигается, она перестанет существовать, как современное государство. И так оно и есть. Все уже кончено. И Россия определяет границы славянских народов. Мы можем увидеть развитие событий в Приднестровье, в Молдове, когда Россия расширится за счет украинских территорий. Они соприкоснутся с Приднестровьем. И те, наконец, станут частью огромной славянской семьи. Но Россия не будет диктовать, ну, например, восточную границу Польши. Или... Ну, хотя с Прибалтикой нужно быть аккуратнее. Вот почему Альянсу НАТО надо срочно отрастить хребет. Потому что в Прибалтике огромная часть русскоговорящего населения. И они все подвергаются угнетению со стороны эстонцев, латышей и литовцев. И Россия после успеха здесь может попробовать поиграть мускулом на севере. Это будет опаснее и рискованнее. Но и Западу не стоит делать резких движений. Потому что на сегодня НАТО абсолютно бессилен. Это позорище. Это просто позорище. И я этому рад, потому что я не хочу войны между Россией и НАТО. Но то, что важно, наш транслантический альянс разгуливал по планете, как самая крутая банда на районе. А теперь выясняется, что мы просто позорище. Мы были толстым хулиганом, у которого были проблемы с излишним весом. И оценка, которую я даю, нам кто угодно может надрать задницу. Ну, я имею в виду, я говорил о том, что Россия не существует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова